Девушки отдыхают Прививка, допустим, на дикаре с мелким листиком манджурца Прививка роскошного абрикоса в данном случае академика И если я скажу, что это прививка академика, вы, конечно, скажете Ну да, молодец, еще на этом нет, друзья мои Академик-то погиб А что случилось? А случилось то, что листья укрупнились у манджурца в несколько раз, смотрите Это манджурец Ну, поверить невозможно Поэтому... А мне моя духовная сестра, глубоко верующий человек, запретила богом клясться Я буквально... Как теперь вы поверите мне, я не знаю, ведь это же не может быть А ведь это же манджурец Вот, а еще потом через несколько лет, какие плоды с него получились Конечно, они огромные, как у этого самого академика Не такие огромные, но все-таки... Ой, называть их уже культурными Все-таки процесс, процесс пошел Процесс восстановления давно забытого Потому что, когда наука отменила вегетативную гибридизацию Она стала заниматься чем угодно, только не этим направлением Жаль Ну вот, для контраста, смотрите Еще раз смотрите, манджурец Тоже манджурец Но, помните, как я говорил Я ввел новое понятие в науку Извините, господа ученые Но приходится за вас это делать Инфицирование То есть, это не прививка Прививка погибла Даже не зазеленили почки Это у меня не один такой случай Поэтому я уже уверяю, что Понятие инфицирования Пора вводить в науку Пусть так Пусть таким способом По неволе И облагораживать вот такие вот дикари Вот он дикарь Смотрите Вот он дикарь, видите Еще раз полюбовались А почему нет Вот Это не нарочно, извините Испортил это дикаря Вот Если это можно назвать порчей Мне интересно, как кто-то следит за моей гостевой Я уже второй раз упоминаю Потом еще несколько раз упомню Вот этот вопрос одной из очень умных, грамотных женщин Валерий Константинович, а не монстров ли вы выращиваете На подобии ГМО? Знаете, как я отвечаю? ГМО, да, это страх Это когда человечество будет поставлено на грань гибели Она уже поставлена Просто Мы не тарканы, которые жрали нашу пищу и отравились, исчезли У них быстрая сменяемость в поколении У нас были медленные Поэтому еще признаки есть Бесплодие Каждое поколение слабее Слабее, слабее Вот Уже видно Это самое А потом будет резкий скачок в сторону деградации всего человечества Вот А потом будут искать уже так же Селекцию людей Придется заниматься А попробуйте найти человека с неиспорченными генами Ага, сейчас Вот И вот получается так, что сравнили мои вот эти творения, вольные и невольные, с ГМО Вот На что я ответил Да, ГМО это монстры А здесь, ну, привили одно дерево на другое Гены у них перемешались Это примерно как яблочный сок смешать С одного дерева смешать с яблочным соком другого дерева Ну, кроме того, что будет более Богатый, так сказать Состав Более разнообразный Самого сока Другой беды я не вижу Так, ну, вот еще раз полюбовались Манчжуриц, Манчжуриц А вот это, ну, тут, к сожалению У меня сильно мало времени И здоровье для того, чтобы заниматься чистой наукой Вот Это дерево было в Фаины Почему было? У него самое первое дерево отдало роскошнейшие плоды, невиданные Которые атаковали целые полщища оси, даже бабочек И жрали плоды прямо на дереве, оставляя косточки Вот Это было А потом, поколение-то его есть Молодые деревья Я его не дал погибнуть Но у него центральный штаб-то погиб А оттуда из земли практически полезли ветки А у меня очень низкая прививка Я вот вам плачу Таких, если бы было сотни деревьев Истину И отслеживать-то можно было Истину бы можно было установить Вот И сейчас я вижу Это листья Фаины А Фаины особые Это Кто еще не в курсе Это мой вегетативный клон Вот У нее особое-особое-особое междоузлие Очень коротенькое-коротенькое Спутать невозможно Вот Не отличаю я Королевскую от Серафимы По веткам По почкам А Серафимы от Амура Не отличаю А здесь-то Это же невероятно Настолько они отличаются Что подходишь к Фаину Смотришь ветка-то От самой земли Да, у меня низкие прививки И ювелирная прививка Знаешь, что такое ювелирная прививка Проходит год-два И следа от прививки не остается Нет-то у них Вообще нет И что делать Вот Как теперь сказать Это Ветки пошли ниже прививки Или выше Если ниже Вот здорово А у меня уже есть выражай И фотография есть Придет пора покажу Через пару лет после этого Казалось бы Катастрофа Центрального штамба нет Он полностью погиб А эти ветки Все Низко-низко Прямо вот буквально Чуть ли не с земли лезут Я не могу понять Выше прививки почка были Или ниже Из-за того, что я очень низко прививаю И мне хочется верить Что это нижние ветки И ниже прививки Что они так преобразились Что это весомая гелька Витокгин-гибрация Но я очень В таких делах Щепетилен Я рассказал как есть Почему? Да вы сами будете У вас будут такие же примеры Вот И сотни веточек Фаины разошлись По России И косточки Фаины Тысячи разошлись По России Вот Значит что? Значит верной дорогой Идем товарищи Будем продолжать Это просто пример того Вот я что заметил Насколько щепетилен сам Иван Владимирович Мичурин Вот Он переводит один единственный пример Ему показалось Что что-то отличается Что-то вот это И вот он говорит Своих этих Допустим Про этот же пример Он вроде бы яркий Доказатель Но он один Он говорит Надо продолжать Надо наблюдать Вот и я говорю Надо продолжать Надо наблюдать То что подвой Меняется И сильно-сильно По сравнению с привоем То есть не так От влияния привоя Я это называю Селекция сверху вниз Сильно меняется Качество подвоя Это неоспоримо Это Еще если есть кто-то В Академии наук Только скажет Что это не так Его просто надо С работы гнать Вот Значит он Дальше письменного стола Это И книг Предшественников Ничего не знает Вот Допустим Да Это факт Но этот факт Был настолько яркий Вот Бросилось в глаза Что ветки Буквально из земли лезут Из земли И вдруг Такое преображение Что там уже не манчжурица А чистая Это Фаина Такое Сильное влияние Привоя на подвой Ну и Еще раз говорю Ни на чем не настаивая Будем наблюдать